Здравствуйте. Карлсон улетел из России ночью 8 февраля рейсом Москва-Белград и вернуться вроде не обещал. С собой увез двухчасовое интервью с Путиным, которое обещал выложить завтра. Не знаю, кому в голову пришла светлая мысль сделать интервью Путина американскому журналисту ключевым пропагандистским элементом компании. Вроде у нас кругом импортозамещение, а у журналистики и замещать-то ничего не надо, своя школа. Казалось бы, жив Познер, есть Дебров, можно сказать, Гордеевый. А да, она ж иноагентка. Почему, собственно, нельзя дать интервью иноагентке, а натуральному иностранцу можно? У тебя в Думе, в правящей фракции, два классных тележурналиста, Толстой и Попов, один даже вице-спикер. Ну, понятно, почему нельзя. Потому что нашим можно давать интервью только на одну тему. Как я убил свободную журналистику, и мне за это ничего не было. А американскому Карлсону всю божья роса он свободен в выражениях от рождения. Ему просто непонятна проблема. Почему в американской конституции свобода слова и мнений закреплена и действует, а в российской тоже закреплена, но как-то не очень крепко. Вон бабушка-педиатр что-то там не то брякнула не в эфире, а на приеме, без свидетелей. И вот уже сам Бастрыкин требует завести уголовное дело, тетеньку обыскивают, допрашивают. Впрочем, даже суд отказался ее сажать в СИЗО, ограничившись домашним арестом за слова в частной беседе. Тут даже программа «Скажи Скобеевой» не сработает. А «Скажи Бастрыкин» это мы пока еще не достигли, но движемся в верном направлении. Я даже опасаюсь теперь за Надеждину. К выборам его теперь уже, понятно, не допустят. Ростов на дому и все остальное. Но наговорил-то он порядочно. А с выборами все будет в полном порядке. Как прямо сейчас в Азербайджане. 92% за потомственного президента Алиева. А мы что, хуже, что ли? Про помощь канала не напоминаю. Кратко. Массовая драка на складе «Вайлд Беррис» в электростаре. Между охранниками и сотрудниками склада задержаны 10 человек. Толпа женщины Вова на Франковской области избила местную жительницу, заподозрив ее в доносах в военкомат. Ночью в результате атаки беспилотника пострадали 5 сотрудников МЧС в Петровском районе Донецка. Сенат США заблокировал законопроект о выделении дополнительных средств на защиту границ с помощью Украине и Израилю. Дорогая пересадка. Госдума одобрила законопроект о локализации машин такси. Слово «локализация» красивое и непонятное. В общем, пересадить таксистов на отечественные авто. Хорошее дело. Но проблема в том, что у таксистов уже есть Хундаи, там и Фольксваген, и как правило рабочая машина и есть единственное авто в семье. И вот так взять и купить другую денег же, как правило, нет. Да и откуда, если доход самозанятого ограничен двумя миллионами четырьмястами тысячами рублей в год? При этом самозанятый даже не может отнести покупку новой отечественной машины на себестоимость. И буквально половину своего годового заработка потратит на эту покупку. Так в чем тогда смысл? Он заплатил 6% налога со всего годового заработка, но половину этих денег потратит на новые «Жигули». То есть ничего с налога не выгодает по сравнению с ИП или ООО. Это же не говоря о том, что расходы на бензин, техобслуживание, амортизацию тоже на себестоимость не относятся. С них тоже уплачивается налог. Таксистам становится совершенно невыгодно быть самозанятыми. 5 февраля объединение самозанятых направило письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой просубсидировать таксистам покупку локализованных автомобилей. Полагаю, сейчас Вячеслав Викторович тренируется рисовать на думском бланке здоровенную фигу. Бюджет-то уже давно сверстан, принят, и это закон. На будущий год – пожалуйста, но дума же приняла уже закон, чтобы локализовать такси уже в текущем году. Профсоюз самозанятых «Новый труд» в лице его председателя Дарьи Митиной тоже пишет письмо в Думу. «Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, для знаемого персонала, возможность оперативной замены автомобильную машину отечественного производства является трудновыполнимой. При этом для большинства перевозчиков транспортное средство является единственным способом заработка и источником средств для существования». Конец цитаты. Тоже прервижу ответ. Ну и что? Как говорила одна королева, если у них нет хлеба, то могут же есть пирожные. Правда, этой королеве потом отрубили голову. Ну это ж потом. А пока что автомобильный патриотизм очень дорого обходится лишь таксистам и их пассажирам, потому что на кого-то можно переложить время расходов. Только на клиента. Ну нас с вами. Но наши-то люди в булочную на такси не ездят. Копейку сейчас все считают. И что? Будут таксисты уходить в курьеры. С автомобилем неплохо получается. Опять же, никто не требует пока локализации. Посол Финляндии сообщил о шестикратном падении торговли с Россией за два года. Товарооборот между Россией и Финляндией за два года уменьшился почти в шесть раз. Разрыв связей вредит финской экономике, заявил посол Аэрофельсинки Павел Кузнецов. В результате разрушения торгово-экономических связей, товарооборот между нашими странами за последние два года уменьшился почти в шесть раз, ориентировочно с 12 до 2 миллиардов евро. Если еще недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнеров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке. Далее. Рост ВВП в минусе. Резко увеличился государственный долг, замедляется инвестиционная активность, падает частное потребление, растет дефицит госбюджета, в результате чего правительство вынуждено серьезно урезать расходы на социальные программы, здравоохранение, образование и так далее. Число банкротств предприятий выросло в 2023 году на четверть. «Повышается активность забастовочного движения в стране», – добавил посол. Ну, в общем, принимай нас, суоми красавица! Как это? Много лжи в эти годы наверчено, чтоб запутать финляндский народ. Раскрывайте ж теперь нам доверчиво половинки широких ворот. Проведение секс-вечеринок в России оказалось под угрозой. Проект «Кинки Пати» прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережения властей. Организаторы секс-вечеринок получили предостережение от госорганов о том, что мероприятия в прежнем формате проводиться не могут. Мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются, уточняются в посте. Ну и нормально! Секса у нас нет! А дети получаются на партсобрании. А дети получаются на партсобрании.